Украина Украинские националисты Как усмирить США в случае, если до власти в Вашингтоне или до власти на отдельно взятой базе с ядерными ракетами дорвутся психи, решительно непонятно. И есть опасения, что после самого усмирения планету придется заселять заново. Попыткой снести памятник генералу Ли в Шарлотсвилле и последовавшие массовые беспорядки — это симптом очень серьезной болезни, которая просто так не лечится. Когда примерно половину страны объявляют недочеловеками и нацистами, бить которых — это не просто право, а прямая обязанность любого порядочного человека, это добром не может кончиться. Я не думаю, что прямо завтра в США начнется переиздание трактовки гражданской войны севера против юга, но если страну так будут раскалывать и дальше, то все может закончиться в том числе и таким сценарием. Хочу отдельно остановиться на абсолютно идиотском и безобразном освещении конфликта в Шарлотсвилле со стороны многих российских СМИ. Говорить о том, что там были столкновения нацистов и антифашистов, могут только полные идиоты, которые ничего, вот вообще ничего не понимают в американской политике. И плевать, как сами участники конфликта себя называют. Говорить, что в США есть антифашисты, это значит оскорблять память настоящих антифашистов. Настоящие антифашисты сейчас на Донбассе воюют. А на улицах Шарлотсвилля сражались с одной стороны нацисты, которые, кстати, составляли меньшую часть протестующих против сноса памятников генералу Ли, и наймиты Сороса, эдакий полк Азов имени Хиллари Клинтон. Называть их антифашистами – это то же самое, что называть гражданскую войну на Украине антитеррористической операцией. То есть это просто гнусно. Сейчас в США проводят очень простую операцию по расчеловечиванию половины населения. И этот сценарий очень похож на украинский. Сначала утверждается тезис – нацистов можно и нужно бить по лицу. А потом, когда все согласны с этим тезисом, говорят – вот каждый, кто поддерживает Трампа, тот и есть нацист. И, следовательно, его можно и нужно бить по лицу. Ничего не напоминает? На Украине сначала объявили, что каждого ватника можно и нужно бить, калечить и сдавать в СБУ. А потом начали убивать, сжечь и кидать авиабомбы на мирное население, которое не разделяло восторг от бандеровской идеологии. Кстати, украинская пропаганда уже двигает тезис – Путин – это Гитлер. И очень скоро мы то же самое услышим от CNN и других респектабельных американских СМИ, которые пока намекают на то, что Гитлер – это Трамп. Но там только один шаг остался до того, чтобы сказать, что Трамп и Путин – это коллективный Гитлер, с которым нужно воевать и против которого нужно устроить какую-нибудь высадку в Нормандии. Как говорится, запомните этот твит. Для США эта история в любом случае закончится плохо, потому что если половине страны, то есть десяткам миллионов людей, зачастую вооруженных, говорить каждый день, что быть белым – это плохо, что быть американцем, гордящимся своей историей, стыдно, что быть христианином – это значит быть мразью, а быть гетеросексуалом – это вообще ужасно, то рано или поздно эта часть страны захочет отомстить, расквитаться и сделать так, чтобы их начали уважать и бояться. Если Клинтон, Каган и вся эта команда попробуют убрать Трампа, а ради этого весь этот Майдан и затевается, то они точно себя почувствуют чужими в США, и будет велик соблазн показать вашингтонскому истеблишменту Кузькину мать. И этот соблазн будет не только у провинциальных роднеков. Это большая иллюзия, что Трампа поддерживают только тупые и бедные провинциалы с отдаленных ферм, которые разъезжают на ржавых пикапах и не знают, что такое Фейсбук. В американской армии, в ФБР, во многих полицейских департаментах, в малом и среднем бизнесе, в ВПК, в разведывательном сообществе есть огромное количество сторонников Трампа, и их нельзя давить бесконечно. Рано или поздно это закончится взрывом. Нужно вспомнить, что у каждой страны есть какой-то основополагающий способ выражать и канализировать свое недовольство. И если для России это бунт, иногда бессмысленный и беспощадный, а иногда великий и революционный, то для США национальный способ выражения недовольства – это не революция и не бунт, а сецессия, то есть сепаратизм. США – это вообще-то страна сепаратистов. У них национальный миф – это сепаратистская война против Великобритании. Там, где разгневанный русский думает о бунте, американец думает о голосовании на выборах, а вот если это не помогает, то думает об отделении. И не надо полагать, что это будет повтор войны севера против юга. История не повторяется с такой точностью. Вот посмотрите на карту поддержки Трампа на выборах и на карту поддержки Хиллари Клинтон. Сравните их. Сторонники Клинтона, Сороса и глобализма – это острова в море поддержки Трампа. Так что еще неизвестно, чем такое столкновение закончится. В принципе, нас устроит любой вариант, кроме ядерного апокалипсиса. А самое приятное в этой ситуации то, что свершится вселенская справедливость, если страна, придумавшая технологию Майдана, сама развалится на части из-за применения цветных технологий для внутренних политических разборов. Трудно себе представить лучший конец для эпохи американской гегемонии. Редактор субтитров А.Семкин